всех приветствую на канале сегодня покажу как связать жилетку для маленькой породы собачки собачка очень маленькая ему всего три месяца вязала платочной вязкой она где нужно обтянет туловище по размерам по животику 10 сантиметров по спинке 15 сантиметров получилось около 16 сантиметров ничего страшного они быстро растут и обхват груди 23 сантиметра платочная вязка она тянется расчеты очень простые если вы не вывезли квадрат 10 на 10 смотрим на этикетку у меня в 10 сантиметрах 22 петли и высота в 10 сантиметрах 31 ряд окружность груди вот она окружность груди 23 сантиметра 23 обхват окружность груди умножаем этот ряды так как вяжем от живота умножаем на количество рядов на 31 получается 713 и 713 разделим на 100 получается 71 ряд точно также длина спинки 15 сантиметров умножаем на плотность вязки у нас два в 10 сантиметрах 22 петли умножаем на плотность 32 петли и разделить на 100 33 петли в 15 сантиметрах расчеты очень простые прежде чем начать вязать изделия сделаем расчеты у меня окружность груди 23 сантиметра длина по спинке 15 сантиметров по животу 10 сантиметров расстояние между передними лапками 5 сантиметров жилетку начинаю вязать от живота 10 сантиметров меня в 10 сантиметров 22 петли высота в 10 сантиметров 31 ряд спицы номер 4 пряжа венди мода 50 грамм мотки 50 процентов шерсти 50 процентов акрил в 50 граммах 142 метра сделаем расчеты у меня по животу 10 сантиметров значит набираю 22 петли даже не нужно рассчитывать высоту изделия 71 ряд для ровного количества сделаю 72 ряда после 8 рядов сделаю вырос вырез под лапки с одной стороны в каждом лицевом ряду делаем прибавление пока на изделие не будет 33 петли то есть 15 сантиметров набираем на спицу номер 4 22 петли 1 2 3 4 5 набираю классическим методом набрала 22 петли хвостик оставила по-длиньше разворачиваем вязание и провязываем лицевыми петлями все изделие будет вязаться платочной вязкой то есть вяжем с двух сторон лицевыми петлями провяжем один ряд его мы считать не будем провязываем ряд лицевыми петлями довязала ряд кромочную провязала изнаночной вот мы на лицевой стороне и делаем прибавление кромочную буду провязывать так как будем вязать резинку делаю накид и провязываем до края провязываем провязала ряд с одной стороны прибавление не делаем идет ровно и провязываем до края но спицы уже 23 петли с изнаночной стороны просто провязываем довязываем до накида и этот накид перекручиваем кромочную изнаночной разворачиваем вязание на лицевую сторону кромочную снял накид и провязываем и так мне нужно провязать 8 рядов с одной стороны по лицевой делаем прибавление провяжем самостоятельно провязала 8 рядов вяжу 9 ряд и будем делать вырез для лапки провязываем весь ряд не забываем прибавлять по лицевой стороне провязала разворачиваем вязание кромочную сняла провяжу 4 петли 1 2 3 4 и закрываю 8 петель буду закрывать изнаночными петлями изнаночными петлями 1 2 3 4 5 6 7 и 8 у нас закрыли петли и сейчас будем вязать вот эту часть 8 рядов до выреза поворотными рядами покажу пару рядов с одного края также прибавляем пока не будет нужное количество петель накид перекручиваю и вяжем сейчас до разреза кромочную сняла накид так провяжу 8 рядов довязала до разреза изнаночной провязала разворачиваем вязание кромочную сняла и продолжаем вязать 8 рядов провяжем самостоятельно разворотными рядами и прибавляем по лицевой стороне провязала 8 рядов вот что у нас получается можно посчитать по изнаночным петлям 1 2 3 4 до выреза 1 2 3 4 провязали вырез и набираем 8 петель 1 сильно не затягиваем 2 3 4 5 5 6 7 8 набрали петли и вяжем дальше 4 петли 1 2 3 4 разворачиваем вязание и провязываем кромочную кромочную сняли провязываем все петли лицевыми вот она набранная петля я ее перекручиваю 1 2 3 4 5 6 7 8 и продолжаю вязать подтянули все так провязываем до края я же скрай продолжаю добавлять петли по лицевой стороне это я провязываю по изнаночной просто провязываем по лицевой прибавляю пока не будет на спицы 33 петли вот накид перекрутила провязала с лицевой стороны добавляем накид и я так провяжу вот у меня на спинке получается 40 рядов и через пять раз провяжу укороченные ряды 40 разделим на 5 значит через 8 рядов буду провязывать укороченные ряды провяжу 8 рядов и дальше провяжу укороченный ряд провязываем самостоятельно прибавляем петли по лицевой стороне провязываем 8 рядов провязала 8 рядов считаем по изнаночным 1 2 3 4 и буду вязать укороченный ряд не довязывая 4 петли провязываем рабочую нить наперед снимаем переснимаем петлю обхватываем развернули там рабочая нить возвращаем эту четвертую петлю обхватили и провязываем до края у меня прибавление закончились дальше вяжу без прибавлений на спицы у меня 33 петли провязываем до края и будем возвращаться и где мы сделали разворот я там покажу довязала до петли разворота вот она провязываем ее и до края все потом провязываем укороченный ряд и дальше провязываем 8 рядов сделаем второй раз укороченный ряд и так нужно провязать 40 рядов и нужно равномерно провязать разворотные укороченные ряды провяжем это самостоятельно провязала 40 рядов 4 раза провязала укороченными рядами через каждые 8 рядов провязывала укороченные ряды также вязали после прибавления прямо и точно так же на одинаковом расстоянии будем убавлять петли в каждом лицевом по минус 1 петли пока не останется на спице 22 2 петли провязываю последний ряд довязываем до края разворачиваем провяжем 4 петли 1 2 3 4 и начинаю закрывать 8 петель 1 2 2 3 4 5 5 6 7 и 8 и 8 5 6 и дальше провязываем до края лицевыми петлями теперь вот эту часть провяжем 8 рядов поворотными рядами с лицевой стороны делаем убавление кромочную петлю петли кромочную петлю сняли по лицевой петли вместе и так провяжем 8 рядов от выреза 8 рядов провязываем самостоятельно провязала 8 рядов и набираем 8 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 провязываем 4 петли 1 2 3 4 разворачиваем кромочную сняли провязываем добавочные петли провязываем перекрученными 1 2 3 4 5 6 7 8 довязываем петли то края и останется провязать 8 рядов по изнаночной убавления не делаем развернули кромочную сняли 2 петли вместе ждет убавление и так провяжем 8 рядов и будем закрывать петли делаем убавление пока не останется 22 петли провязала 8 рядов после выреза на спице 22 петли и начинаю закрывать петли первую петлю сняла 2 провязала протянула провязала протянула и так закрываю все петли если вы вначале не оставили подлиннее нить то можно оставить ее в конце закрываем все петли закрыла петли и отрезала рабочую нить вот мы на лицевой стороне и буду сшивать по животу сшиваем удобным для вас методом я же прошью машинным швом каждую кромочную петлю прошиваю сшиваем самостоятельно соединила изделия вот что у нас получается с лицевой стороны и начинаю вязать горловину буду комбинировать можно вязать одним цветом на ваше усмотрение делаю петли за переднюю стенку и вот в каждую петлю кромочную за переднюю стенку делаю петли так распределим на чулочные спицы перешла вязать чулочными спицами номер 275 провязываем самостоятельно распределила петли на три спицы получилось 32 петли и начинаю вязать резинкой один на один лицевая изнаночная чередуем и так я провяжу рядов шесть думаю этого будет достаточно так как изделие небольшое провязываем самостоятельно провязала 6 рядов и закрываем петли эластичным способом любым удобным для вас первую петлю провязала изнаночной провязываю изнаночной протянула лицевую провязываю лицевой протянула изнаночной изнаночной протянула лицевой лицевой протянула и так закроем все петли закрыла край резинки хвостик запрятала на изнаночной стороне перехожу вязать резинку где мы не делали прибавление и убавление провязываем в каждую петлю за переднюю стенку провязываем петли в каждую кромочную на спинке в каждую петлю а дальше будем чередовать через одну петлю будем провязывать 2 провязала на спинке в каждую петлю дальше чередую в одну провязываю 2 петли за заднюю стенку вторую за переднюю в следующую петлю за переднюю стенку одна петля чередуем через одну 2 петли за заднюю стенку за переднюю в следующую одну и так распределим на спицы провяжем весь ряд набрала четное количество петель так как будем вязать резинку один на один также распределим где у нас шов чтобы была лицевая петля здесь будем провязывать 3 петли вместе я же посчитала я начинаю вязать с изнаночной петли по вязать с изнаночной петли провязала один на один вязать с изнаночной петли до середины Вот провязала, где у нас шов, получилась лицевая петля. Провяжу один ряд и в следующем буду делать убавление на животике. Провяжем так один ряд. Довязала, где у нас шов. Осталось 2 петли. Я их переснимаю. Провязываю со следующей спицы лицевой. И протягиваю через нее 2 петли, чтобы шла лицевая петля. И так я буду убавлять в каждом ряду. Провяжу так же, как и на горловине, 6 рядов. И закрою эластичным методом. Провяжем самостоятельно в каждом ряду на животике. Делаем убавление. Довязала резинку. Вот что у нас получается на животе. Идет такая вот лицевая петля. И связала точно так же 6 рядов на лапке. Можно оставить так, по желанию. И вот в петли, где вот закрывали и набирали, набираю 8 петель. Набираю при помощи крючка. 1 2 3 4 5 6 7 и 8 Переснимаю на спицу. Пересняла. Немножко раздвоилась. С этой стороны точно так же. Набираю 8 петель. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Переснимаем на спицу. Пересняла. И здесь набираю 4 петли. 1 1 2 3 И вот сюда, чтобы не было дырки. 4 Переснимаю. Получилось 20 петель. И провязываем резинкой 1х1. лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот так у меня провязано 6 рядов и закрываю эластичным методом. Все кончики протянем на изнаночной стороне. Завяжем их. Один узел, второй, два узла. И отрезаем лишнее. Вот что у нас получилось. Платочная вязка будет облегать туловище. Очень простая модель. Кому понравилось, ставьте лайки. Не забываем подписываться на мой канал. Всем пока-пока.